Доброе утро! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Дарья Белова. Здравствуйте! Сегодня в Белокурихе откроется Всероссийский форум «Здравница». Ключевой проект санаторно-курортной отрасли страны реализуют на Алтае впервые. И во многом благодаря тому, что в последние два года на федеральном уровне Белокуриху называют одним из лучших курортов. В форуме примут участие врачи, сотрудники российских здравниц, представители отечественных и зарубежных фирм, производители медпрепаратов и оборудования, а также представители власти. Они обсудят проблемы санаторно-курортной отрасли и пути их решения. Перенести сроки вступления в силу отдельных положений федерального закона об охране здоровья, касающихся лечения редких болезней, просит группа депутатов Государственной Думы. С 1 января 2015 года полномочия по приобретению дорогостоящих препаратов для больных гемофилией, муковиццидозом и другими заболеваниями планируется передать регионам. Сегодня покупка таких лекарств идет за счет средств федерального бюджета. Если же они лягут на плечи субъектов, они просто не смогут финансировать это в полном объеме. В число законодателей, выступивших за перенос сроков на 2018 год, входит и депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Он сообщил в нашей программе, что децентрализация закупа дорогостоящих препаратов может спровоцировать рост цен на эти препараты. Количество аукционов сразу возрастет в десятки раз и, как следствие, серьезно увеличатся затраты региональных заказчиков. В этой связи предлагается отложить вступление в силу положений закона еще на 4 года. За это время можно отработать все узкие места и, главное, решить вопрос о компенсации регионам расходов на лечение больных редкими заболеваниями. Продолжаем выпуск. Семьи героини наших сюжетов, барнаульской школьницы Даши Забоевой, вновь нужна помощь. Напомним, у девочки серьезное заболевание позвоночника, сколиоз, развился настолько, что вырос в горб. После того, как телезрители помогли собрать 200 тысяч рублей, Дашу прооперировали в Москве, причем бесплатно. Средства потребовались на проживание мамы и содержание девочки после лечения. Первый этап прошел успешно. В позвоночник выживили 16 шурупов, убрали костные блоки. И, по словам Валентины, мамы Даши, даже сами врачи удивились успеху. Горб стал меньше, и девочка уже вытянулась на 5 сантиметров. Через две недели предстоит второй, самый сложный этап – коррекция и закрепление позвоночника. Но перед семьей встала еще одна проблема. В Барнауле без средств к существованию остались еще трое детей Валентины. Нечем платить за садик, квартиру, а также в перспективе приобрести билеты на самолет домой для Даши и ее мамы. Неравнодушных просят помочь. Звонить можно маме Даши. Телефон вы видите на экранах. Валентина, 8-906-963-21-24. Подселу ли школьнику собрать и разобрать автомат Калашникова за полминуты? Да, если он кадет. Бийские кадеты устроили показательные выступления для гостей школы на дне открытых дверей. Чему ребята научились за год, удивлялась Мария Минаева. Норматив сборки автомата Калашникова для военных – 30 секунд. Школьник-кадет разобрал и собрал АК-47 за 33 секунды. Учебный год подходит к концу, и в день открытых дверей ребята демонстрируют свои успехи. Благодаря гранту от отдела культуры и молодежной политики возле школы была построена полоса препятствий. Здесь мальчишкам необходимо продемонстрировать не только скорость, но и ловкость, и координацию. Быстро и четко, один за одним они преодолевают лабиринт, перепрыгивают двухметровый забор и бегут по кочкам. А в это время в спортивном зале устраивают показательные выступления по армейскому рукопашному бою. Стиль спортивный. Благодаря экипировке ребята лучше защищены, и во время схватки демонстрируют приемы из самбо, бокса и карате. Помимо кадетских классов, мы несколько профилируем еще и такие направления, как казачья. У нас имеется класс пограничный, также у нас имеется класс МЧС, который тоже профилирует, направляет учебу своих кадет. Кадет именно на оказание умения действовать в чрезвычайных ситуациях. Кадеты сильны не только физически, но и интеллектуально. В день открытых дверей начала свою работу научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», где ребята защищают свои проекты по разным предметам. Совместно со студентами педагогического колледжа ребята шестых классов подготовили проекты, посвященные Олимпийским играм. И не только. Учащиеся в нашей школе, я с такой гордостью скажу, уже четвертый год будут учащимися краевой школы лидерства. И здесь сегодня они будут презентовать опыт, весь опыт своей деятельности в рамках вот этого социального проектирования. В праздничный день кадетскую школу посетили родители Дениса Попова и Ивана Полтавченко. Два бывших кадета были одноклассниками и в разные годы погибли в Чечне. Родители героев подарили школьному музею несколько писем, фотографий и личные вещи ребят, чтобы их пример помогал в воспитании сегодняшних учеников. Мария Минаева, Андрей Сегаев. Наши новости. На Шукшинскую литературную премию претендуют 14 российских писателей. Из них только четверо алтайских. Краевое управление по культуре завершило прием заявок на присуждение премии. География участников разнообразна. Авторы из Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Красноярского края, Нижегородской, Кемеровской и других областей. Четыре писателя, жители Алтайского края. В этом году шукшинская премия будет вручаться уже в четвертый раз. Напомним, первым ее обладателем стал писатель из Кургана Виктор Потанин. Стоит отметить, что в этом году изменена периодичность присуждения. Теперь премию будут вручать в юбилейные даты со дня рождения Шукшина, то есть каждые пять лет, а также через год после этого. Кто станет лауреатом литературной премии, определит специальная комиссия. В нее вошли ученые-филологи и члены Союза писателей России. Церемония вручения пройдет традиционно на закрытии Всероссийского шукшинского фестиваля на горе Пикет 26 июля. Более 11 тысяч детей отдохнут этим летом в загородных лагерях Барнаула. На их подготовку из бюджета города выделено 4 миллиона 800 тысяч рублей, сообщили в прислужбе мэрии. Все оздоровительные учреждения планируют обеспечить бутилированной питьевой водой, а также установить автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения людей в случае возникновения сгорания. Отметим, что в дни школьных каникул на базе загородных лагерей будут организованы смены юных пожарных, пропагандистов правил дорожного движения, лидеров общественных организаций, а также юных друзей полиции. Специальные смены откроются для детей с девиантным поведением. Звери Барнаульского зоопарка переехали. Некоторое время они будут жить на втором этаже Барнаульского автовокзала. Бояться совсем не стоит, животные не опасны, поскольку они всего лишь фотопортреты. Таким вот незамысловатым образом руководство зоопарка решило ознакомить гостей краевой столицы с местной живой достопримечательностью. Получилась своего рода самопрезентация. Вот такие они, милые и гостеприимные жители Барнаульского зоопарка. Багет, круассан, бордо, бульон. Не правда ли в воображении сразу возникают картинки Парижа? Сегодня в Барнаульской галерее соль современного искусства пройдет кастрономический тур по Франции. Его проведут представители Центра французского языка. Франция – страна высокой кухни. Многие блюда, ставшие популярными на весь мир, были впервые приготовлены именно здесь. Сегодня всех желающих приглашают насладиться изысканной культурой. В программе музыка, презентации, стихи, дегустации. Вход свободный. Гостей вечера будут ждать в 6 часов вечера по адресу Гоголя 52 в галерее соль. Улица Матросова, Анатолия, Георгия Исакова. Их имена – неотъемлемая часть жизни барнаульцев. Но что мы знаем об этих людях, в честь которых названы целые улицы, чем они прославились? В нашей новой рубрике мы будем рассказывать о тех, чьи имена и фамилии увековечены в названиях. Сегодня Илья Кочетков предлагает прогуляться по одной из старейших улиц Барнаула. Чтобы шагнуть в историю, порой многого не нужно. Здание нашей редакции находится на улице, названной именем великого писателя Владимира Короленко. Хотя раньше, до революции, она носила другое название – Томская. Своё первое имя она получила по первым переселенцам, прибывшим сюда из Томска. В XVIII веке на Томской размещались солдатские дома, землянки, а также заводские кузницы. В XIX веке она поменяла имидж, войдя в число так называемых купеческих улиц Барнаула. Здесь расположились дома многих состоятельных барнаульских купцов. Сейчас можно лишь представить себе тот прежний облик улицы. Пожар 1917 года уничтожил практически все здания этой части города. Сохранилось немногое. Дом купцов Яковлева и Полякова, постройки 1912 года, один из немногих переживших и пожар, и последующие глобальные перестройки. Здание, которое и тогда поражало своей красотой и оригинальностью, до сих пор является одним из символов Барнаула. Имя писателя Владимира Галактионовича Короленко улица получила уже в 1927 году. Новая советская власть стремилась вычистить все напоминания о старом режиме, и названия улиц были едва ли не первым, что подверглось переработке. Автор знаменитых «Детей подземелья», слепого художника, множество романов, почерков и рассказов, был одним из самых известных писателей XIX века. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров. И там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. Владимир Короленко – дети подземелья, тяжелая жизнь простого народа, надежда на светлое будущее. Неудивительно, что советская власть решила увековечить имя этого прогрессивного писателя. Сегодня Короленко – тихая улочка, которая протянулась почти на 3,5 километра по территории центрального района. Здесь расположены школы, небольшие кафе, издательские компании и просто жилые дома. А здесь, у самых истоков улицы Короленко, совсем рядом с Обью, редко бывают туристы. А между тем, именно здесь есть свои достопримечательности городского масштаба. Например, школа номер один. Это не просто одна из старейших школ города. Здесь учился знаменитый барнаульский градоначальник Владимир Баварин. Здесь до сих пор чтут его память. На этом мы заканчиваем наше небольшое путешествие. В следующий раз мы прогуляемся по улице Георгия Исакова. Узнаем о том, кем был человек, давший ей свое имя. И посетим наиболее заметные достопримечательности этой самой длинной улицы города Барнаула. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Вы уже вышли на пенсию. Все свободное время проводите на приусадебном участке. Хотите сделать свою дачу лучше и для этого вам нужны деньги? Восточный экспресс-банк предлагает вам удачное решение. Специальный кредит для пенсионеров. С 22 по 23 мая в банке будут проходить акции и распродажи кредитов. Особое внимание пенсионерам. Клиенты, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на самую простую процедуру оформления кредита. А для владельцев приусадебных участков банк предлагает получить денежные средства на любые покупки для дачи. К пенсионерам мы относимся с особой заботой и теплотой. Ведь это наши самые ответственные заемщики и самые благодарные наши клиенты. Теперь не нужно откладывать пенсию для того, чтобы вы могли купить что-нибудь ценное или дорогостоящее. Например, какой-нибудь мотоблок или теплицу. С помощью нашего банка денежные средства у вас уже будут через 15 минут после получения положительного решения. В отделениях Восточного экспресс-банка пенсионеры – частые гости. Таким клиентам банк предлагает кредиты на особых условиях. А сотрудники банка помогут подобрать оптимальный кредит так, чтобы свои желания вы могли реализовать уже сейчас. Решила кредит оформить в банке, чтобы сделать свою дачу еще лучше. Забор покрасить, крышу перекрыть, да и теплицу обновить не мешало бы. Банк предложил специальные условия. Взяла 50 тысяч, а платить буду всего 1745 рублей в месяц. Получить консультации по кредитам для пенсионеров можно по бесплатному номеру 8 800 100 7100. Или в ближайшем отделении Восточного экспресс-банка. Его филиалы находятся в Бийске, Новоалтайске и Блокурихе. В краевой столице работают 4 отделения по адресам. Проспект Ленина 42, проспект Ленина 159, улица Попова 51 и улица Георгиева 57. Какие еще события принесет нам этот день, узнаем из вечернего выпуска наших новостей. Телефон редакции 659-129. Пусть этот день сложится для вас удачно. Всего хорошего. КОФЕ КАПУЧИНО ТУРБОСЛИМ Помогает снижать вес, сжигая жиры и уменьшая аппетит. КОФЕ КАПУЧИНО ТУРБОСЛИМ Худеем со вкусом. Здравствуйте. О погоде на сегодня в студии Олеся Фролова. По прогнозам синоптиков, среда будет облачной. В отдельных районах края пройдут дожди, а западный ветер ожидается порывистым. Температура воздуха поднимется ненамного. Днем 11-16 выше ноля. В Бийске и Белокурихе плюс 13, возможен дождь. Столько же в Заринске, но без осадков. В Змеиногорске тоже малооблачно до 14 градусов. В Алейске, как в Тольменке, около 15 с плюсом. Такая же температура воздуха в Камнинабе и Славгороде. Здесь не исключены дожди. Впрочем, как и в Кулунде, до плюс 16. В Рубцовске преимущественно без осадков, тоже около 16 градусов. В столице края сегодня облачный и порывистый западный ветер. В ночное время суток до плюс 2, а днем до 14 выше ноля. Барометры покажут 742 мм рт. ст. О погоде все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова